В эфире Буктовая итоги недели. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что нового и интересного произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. С заботой о тех, кто в ней нуждается, как никто другой, здание хосписа открыто в областном центре. О форматах и качестве выездная торговля плодово-овощной продукции активно проходит в областном центре. О перспективах и планах развития этого блока в интервью с председателем Брестского горосполкома Александром Рогачуком. Учитель-проводник истины, которую каждый ученик должен открывать для себя сам. Наставники всей страны принимают в эти дни поздравления с профессиональным праздником. Об этом и не только. Прямо сейчас. 4,5 года назад в Бресте было начато строительство палеотивной больницы, другими словами, хосписа. На этой неделе состоялось его открытие. Пациенты медицинского учреждения будут получать палеотивную помощь. Слово «палеотивная» происходит от латинского «pallium», что означает «покрывало плащ». То есть, улучшая качество жизни неизлечимо больных, их как бы будут накрывать психоэмоциональной и духовной поддержкой. Надо сказать, возведение объекта на некоторое время приостанавливалось, но находилось под пристальным вниманием органов власти, депутатов, медиков. Открытие социально важного учреждения здравоохранения планировалось к миллениуму, но состоялось гораздо раньше. Строительство хосписа осуществлялось в результате реконструкции здания бывшего детского сада. Дошкольные учреждения не только полностью реконструировали и изменили, но и пристроили новый блок – палатный корпус. Внешне и внутренне большое двухэтажное здание, находящееся в микрорайоне Киевка по адресу Калинина, 39, мало напоминает больничные корпуса. Этот объект меня приятно удивил хорошей эстетикой. Хорошей эстетикой – это хорошее взаимодействие между заказчиком и подрядчиком и тем коллективом, который будет здесь работать. Открытие хосписа прошло без лишней торжественности, скорее носило рабочий характер. Ремонт и оснащение паллиативной больницы обошлись бюджету в довольно крупную сумму – порядка 2,5 миллионов рублей. Но те, кто курировал возведение объекта, а это представители органов власти, депутатского корпуса, медицинской отрасли, строителей, говорят – обеспечить достойное качество жизни таких больных важнее любых сумм. Никакими деньгами нельзя измерить ту суть, которую будет нести этот объект. Жизнь человеческая, к сожалению, имеет свою логику, в том числе не только рождение, но и окончание жизни. Сделать комфортным этот период – это наша общая задача. Последний год, наверное, даже, может быть, полтора, финансерный шоу строго по графику, выделяли средства. Была большая забота со стороны руководителей. В свое время посещали, курировали, смотрели. То есть, горосполком, горсовет ЦК Красовского Николая Васильевича, Кубовского Николая Сергеевича, УЖКХ Башкова Николая Васильевича. Все городские начальники очень сильно ревниво относились к этому объекту. В Бресском хосписе будут находиться люди, чей диагноз окончательный. Здесь не смогут продлить жизнь, но в силах изменить ее качество. Врачи напоминают, если человека нельзя вылечить, совсем не означает, что ему нельзя помочь. Основная задача больницы – обезболивание и купирование тягостных симптомов. Предусмотрены все условия для нормального ухода. У нас будут противопролежные матрасы, специальное устройство для передвижения пациентов, для их мытья. Также в штате будет пять врачей, терапевты, психиатры. Будут также и психологи, которые будут работать и с пациентами, и с их родственниками. Таких хосписов, как этот, всего два во всей Беларуси. В стенах больницы созданы все условия для комфортного пребывания. По сути, обстановка как дома. Просторные холлы, в комнатах много света, вокруг мягкие диваны и кресла. На каждую палату предусмотрен отдельный санузел, холодильник и телевизор. Во внутреннем дворике – большая беседка и зона для прогулок. Также в здании будет функционировать молитвенная комната. Для встреч с близкими и родными пациентов предназначено отдельное помещение. Чтобы они не испытывали каких-то тягостных мучений, чтобы они не испытывали боли, чтобы их окружали родные, чтобы с ними работали врачи, психологи. Все это можно сделать вот в этом учреждении. Поэтому это действительно для людей. Необходимость в хосписе назрела давно. Сегодня в области проживают порядка 39,5 тысяч людей с онкологическими заболеваниями. За первое полугодие 2018-го выявлено почти 3000 новых случаев рака. Сегодня под наблюдением палеотивной бригады Брестской центральной поликлиники находятся 80 человек, имеющих четвертую клиническую группу с онкологической патологией. Хоспис возьмет под опеку 35 человек. Также здесь будет работать дневной стационар на 8 койко-мест. В продолжение темы. Скорая медицинская помощь. Наверное, нет в городе над Бугом семьи, которой такой вид медицинских услуг не понадобился хотя бы единожды. Конечно, лучше быть здоровым, чтобы работы у подобных служб было меньше. Однако в жизни бывает по-разному. И порой вся надежда только на бригаду скорой. Что приедет быстро, спасет, поможет. Для того, чтобы процесс их работы был максимально эффективен, в городе над Бугом постоянно проводится усовершенствование системы неотложной медицинской помощи. К примеру, недавно в Брест прибыли новые автомобили. В их обкатке приняла участие и наша съемочная группа. В структуре скорой медпомощи Бреста изменения происходят постоянно. От слаженности и оперативности действий 32 работающих бригад скорых зависит здоровье, а нередко и жизни брещан. Именно поэтому важно проводить постоянную модернизацию, усиливая в числе прочих составляющих и автопарк. Идет целенаправленная работа на системной основе по обновлению автопарка. Вот существует такое понятие, как стопроцентный износ автомобилей скорой помощи. Некоторые люди это не понимают. Это всего лишь, что автомобиль эксплуатируется пять и более лет. Хочу сказать, что уже с декабря месяца 2017 года уже приобретено шесть автомобилей скорой медицинской помощи. Это в декабре приобрели две машины Рено Мастер, а в этом году уже приобретено четыре автомобиля Форд Транзит. Новые автомобили наша съемочная группа застала на станции скорой медицинской помощи на Суворово, которая, к слову, работает уже не один месяц. Но брещане продолжают иногда задавать вопрос, функционирует ли объект. Дело в том, что машины стоят в специальном гараже и с улицы их не видно. Но здесь работают 12 бригад. На этой станции работают 12 бригад, 12 машин находятся. Но иногда так немножко задают вопросы, но не совсем видно, где они находятся. Но хочу просто напомнить, что на этой станции есть хороший гараж, боксированный, и машина находится там. Тут есть мойка, где могут обслужиться в плане чистоты. Есть кислородная станция, и они стоят в боксах. Это позволяет, во-первых, соблюдать определенный температурный режим. Сегодня новые машины скорой медицинской помощи проходят обкатку и вливаются в общие ряды автомобилей помощников. К слову, все они привыкают к новому маршруту. Заезд к больнице скорой медпомощи изменился. В сентябре здесь ввели в строй приемное отделение. И в понедельник, среду, пятницу и субботу дни дежурства учреждения пациентов принимают на новых площадях. Мы очень рады, что у нас построилось новое приемное отделение. Стало комфортно работать медперсоналу и пациентам пребывать у нас в приемном отделении. Пациентам стало гораздо удобнее, потому что, если вы были когда-нибудь в нашем старом приемном отделении, это практически одно помещение. Сейчас у нас два полноценных смотровых помещения по две кушетки в каждом, плюс еще реанимационный зал. То есть помещение соответствует всем санитарным нормам. Кроме того, кроме удобства пациентов здесь в приемном отделении, у нас появился второй кабинет для приема в травматологическом пункте, что позволило резко сократить очереди. Если говорить об удобствах персонала, тут даже сравнивать нечего. Появился кабинет заведующего отделения, появилась полноценная ординаторская у врачей, появился весь набор помещений, которые необходимы по всем санитарным нормам и по-человеческим. Появились нормальные условия для работы персонала. Процесс усовершенствования больницы не завершен до конца года. Здесь ждут поставку высокотехнологичного оборудования. К Новому году мы получим новое высокотехнологическое медицинское оборудование. Будет у нас аппарат МРТ современный, будет аппарат КТ современный, который будет служить не только городу, но и всей Брестской области, как и все остальные аппараты, которые у нас есть в городе. Так что, конечно, это революция. Сегодня строители работают над второй очередью реконструкции. Во дворе появится административно-бытовой комплекс, а также заезд для машин с Гоголя. Напомним, реконструкция больницы скорой медицинской помощи – один из пунктов списка объектов подготовки к тысячелетию областного центра. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о важном и актуальном. Ярмарки по продаже плодово-овощной продукции активно проходят в областном центре. Всего в текущем году запланирована 31 такая распродажа. Продолжится торговля весь октябрь по субботам. Расширенная ярмарка состоится 27 октября. Сегодня мэр города Александр Рогачук побывал на одной из торговых площадок по улице Московской на стоянке перед зданием «Белгостраха», где лично смог ознакомиться с ассортиментом и посмотреть масштаб мероприятия. Анастасия Анастасия-Аназдрин-Плотницкая расскажет подробнее. Ярмарки по продаже плодово-овощной продукции для областного центра мероприятия традиционные. Многие обрещания ожидают именно этих распродаж, чтобы пополнить закрома полезными и питательными овощами и фруктами. Каждый год приходим сюда, мы рядышком живем, нам очень удобно. Это место, оно очень удачное, потому что здесь народу очень много собирается. И это обслуживание, культура, все нормально, доволен. Старт ярмарка по продаже сельскохозяйственной продукции был дан еще 29 сентября. Тогда активно свою деятельность развернули четыре крупные торговые площадки. Второй этап кампании прошел сегодня. Ярмарку по улице Московской напротив здания «Белгостраха» посетил мэр города Александр Рогачук. Председатель горосполкома посмотрел, как организована торговля, насколько разнообразен ассортимент и доступны цены. Сегодня эта площадка имеет статус «центральный», а потому должна соответствовать уровню. Однако время идет. Желающих представить здесь свой продукт становится все больше, в то время как территория остается в прежних границах. Именно поэтому в следующем году, по мнению Александра Рогачука, крупная ярмарка должна пройти на новом месте. В свое время мы приняли довольно революционное решение для города перенести основную сельскохозяйственную ярмарку с улицы Гоголя сюда, в район администрации Московского района. Себя это решение оправдало, и в принципе и центр города стал более аккуратным, и здесь было достаточное место. Но логика развития, собственно, ярмарок такова, что уже здесь стало тесно. Поэтому мы сегодня приняли концептуальное решение. В следующем году основную топовую сельскохозяйственную ярмарку мы перенесем в район торгового центра «Экватор» на Гаврилово. Будет проще подъезжать, проще будет загружаться. А здесь ярмарку тоже оставим, но она будет не основной городской ярмаркой. Что касается ассортимента, мы констатируем, что каждый год увеличится доля физических лиц, фермеров, которые торгуют с этой продукцией, и это очень здорово. То есть у покупателя, помимо финансовой составляющей, есть еще и основания увидеть, кто же произвел эту продукцию, посмотреть на ее экологичность, эстетику и так далее. То есть это здорово, это хорошая, нормальная традиция. Еще несколько лет назад скептики говорили, выездная торговля такого формата уйдет с площадок города. Однако, как показывает практика, такого не произошло. Наоборот, люди все больше стали интересоваться натуральными продуктами, что и приводит их за покупками на ярмарки распродажи. Видя это, городские власти пошли горожанам навстречу, организовав торговлю в различных частях областного центра. И люди идут. Очень хорошо торговля идет, люди покупают все, и морковку, и лук, и свеклу, все берут. Не завершились еще ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции. Организаторы уже задумались над тем, как провести предновогоднюю распродажу. Здесь, к слову, также ожидаются нововведения. В прошлом году в районе площади Ленина и по улице Пушкинской мы сделали вот такие деревянные красивые домики, которые создают новогодний антураж. В этом году мы добавим туда еще немножко домиков. Но самое важное, что мы с улицы Гоголя уберем все палатки. Оставим только лишь домики уже выбранного дизайна архитектором, деревянные домики. Стилизация, опять же говорю, под такие ярмарочные, рождественские европейские традиции. А чтобы люди, наши предприниматели, которые торговали всеми этими новогодними аксессуарами, могли продолжить свою деятельность, мы им предложим площадку за ЦУМом и предложим площадку, опять же, в районе торгового центра «Экватор». Анастасия Наздрин, Платнийская, Андрей Щербантон, Луговкин. Специально для итоговой программы. Осень, которую Великий Пушкин считал очей и очарованием, для многих не самый любимый период. Холодно, серо и дождливо. Словно пытаясь оправдаться, эта пора года щедра, как ни одна другая на вкусные витаминные дары. Овощи и фрукты, грибы и ягоды из обилия расцветок и вкусовых сочетаний вдохновляют на создание настоящих кулинарных шедевров. Способствует процессу и широкий выбор. На рынках, в магазинах и других точках торговли предлагают товар десятки продавцов. Последним, к слову, не стоит забывать о правилах торговли, особенно в части выбора места продажи. Тему продолжит Анастасия Стропко. Овощи, фрукты, грибы и ягоды – самое разнообразное в гастрономическом плане пора года в разгаре. Можно и нужно делать покупки не только на сейчас, но и впрок. Способствуют процессу наполнения закромов многочисленные сельскохозяйственные ярмарки. Тем, кто не хочет отходить далеко от дома, в помощь места установленной торговли. В городе Надбугов в настоящее время функционирует десяток таких локаций. Точек, созданных специально для продажи плодо-овощной продукции с приусадебных участков. Только в 2018-м в списке появилось 4 новых адреса. В планах еще одна точка на Гаврилово прорабатывается вопрос по улице Мопрам. Мы очень благодарны администрации, депутатам, которые по нашей просьбе установили нам, пожалуйста, вот этот навес для торговли. Мы пенсионеры, что-то вырастили на даче, себе закрыли и можем продать. Народ рад, и мы очень благодарны. Благодарны всем, кто принял участие и строителям, и администрации, и депутатам, кто нам помогут в этом. Удобно, конечно, и товар, выкладка хорошо. Лучше, чем на земле вот было, на своя ли здесь. Все хорошо. Спасибо администрации. Сейчас к вам вопросов нет? Нету, нету. Все хорошо. Искать картофель, морковь, свеклу или капусту прямо с грядки можно и на рынках. Количество мест, отведенных физическим лицам для торговли, увеличивается с каждым годом. Чтобы процесс был законным, любителям овощеводства, стоит учесть некоторые нюансы. На рынках справка вецсанэкспертизы, что продукция исследована должна быть в обязательном порядке, флюорография у торгующего, если это физическое лицо. Но вот в тех местах, где мы, скажем, подняли торговлю только плода овощной продукции, излишками, скажем, выращенной продукции на дачных участках, здесь тоже есть требования. То есть у каждого торгующего должна быть справка о флюорографии, плюс справка о том, что у него есть там личное подсобное хозяйство или дачный участок, что он вырастил именно там. Однако далеко не все производители-продавцы готовы выполнять требования. Самое частое нарушение торговли на неустановленных площадках, что противоречит всем санитарным нормам. Лучший способ, конечно, борьбы – это неприятие неустановленной торговли непосредственно людьми, населением, что если не будет спроса, значит, не будет предложения. Потому что если, ну, скажем, плодовочная продукция не несет, ну, такой уже существенной, скажем, угрозы, то если с земли торгуют мясными, молочными продуктами, каким-то скоропортом, то это уже угроза и заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сальмонеллезом. Если покупаются, скажем, копчености, консервы, то грибы консервированные, то есть такое грозное заболевание, ботулизм, которое сложно человека спасти. Помимо, что называется морального кодекса, все-таки человек понимает, что торгует с нарушениями, к тому же не может быть уверен в качестве товара, который буквально лежит на земле, есть еще и кодекс об административных правонарушениях. Торговля в неустановленных местах – деяния наказуемые. Для тех, кто не понимает разъяснительную работу, то есть по кодексу об административных правонарушениях, предусмотрены определенные статьи, есть уполномоченные органы составлять протокол об административном правонарушении. Это администрация районов города Бреста, налоговые инспекции и органы внутренних дел. Выявлением нарушений занимаются специальные мобильные группы. График их работы ежемесячно утверждает горы с полком. В числе мер профилактики – также ежедневное дежурство специалистов. К примеру, сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии следят за ситуацией на улице Мопро и улице Медицинской. С целью исключения торговли в неустановленных местах специалистами Центра с мая текущего года организовано ежедневное дежурство по пресечению неустановленной торговли физическими лицами по улице Мопро. Такие ежедневные дежурства организованы с 8.30 до 20.00. И дежурство по улице Медицинская с 8.30 до 18.00. Во время дежурств специалистов Центра факты неустановленной торговли не отмечаются. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Первое воскресенье октября, практически середина золотой поры года, ежегодно проходит в Беларуси под знаменем праздника работников сферы образования. День учителя, пожалуй, один из самых почитаемых и любимых в списке профессиональных торжеств. Потому что педагоги – одна из самых солидных по размеру армий тружеников. А еще потому что у каждого из нас в жизни учителя были или есть сейчас. На текущей неделе педагогов города над Бугом поздравляли с важной датой и чествовали в рамках специального мероприятия. Состоялось торжество во Дворце культуры профсоюзов. Побывала на праздники съемочная группа Буг-ТВ. Организаторы мероприятия – отдел по образованию Брестского горосполкома и городской комитет Белорусского профсоюза работников образования и науки сделали особый акцент. Встреча исключительно торжественная, без обсуждения рабочих моментов. Во-первых, праздник должен быть праздником, а во-вторых, образовательные процессы за месяц успел войти в рабочий темп без проблем и вопросов. Никаких вопросов по началу образовательного процесса в новом учебном году не было. Мы вступили в него уверенно, спокойно, без каких-либо эксцессов. В учебном году у нас в этом около 38 тысяч учащихся занимается в школах около 18 тысяч воспитанников детских и дошкольных учреждений, большая армия педагогических работников, более 6 тысяч в городе, поэтому все в порядке. В ходе мероприятия награды за труд получили полсотни профессионалов образовательного дела. Педагоги признаются, такая оценка их работы приятна, но не является главной целью – в приоритете воспитания подрастающего поколения. В этой профессии работаю я очень-очень давно, с 84-го года. Можно сказать, всю свою жизнь я посвятила работе с детьми. Профессию свою очень люблю. Это призвание, это труд, которому ты отдаешься все, отдаешь все свое время. Самое важное – вырастить порядочных людей в нашем обществе, ответственных людей, которые будут каждый день, каждый час отвечать за свои действия. Ну а что бы мне хотелось еще сделать? Ну, наверное, чтобы больше было детей в нашей школе, чтобы больше знаний они получили, чтобы они выросли хорошими рабочими служащими, чтобы приносили пользу нашему государству. В числе награжденных Владимир Луцкевич. В биографии Владимира Васильевича была военная служба, сегодня работа на образовательной НИВе. А потому и праздников профессиональных несколько. Но День Учителя все равно особенный. В свое время я служил на флоте, я бывший военный. Ну а после развала Советского Союза вернулся на родину я, Беларусь, и начал работать в этом заведении. И вот работаю уже 20-й год. На данный момент для меня два праздника – День Военно-Морского флота и День Учителя. Хочу поздравить всех педагогов города Бреста с наступающим праздником, пожелать им успехов в работе, крепкого здоровья и поменьше проблем в их нелегкой работе. Во время торжественного мероприятия в адрес его виновников прозвучало немало теплых слов – слов благодарности и признательности за труд, переоценить значение которого невозможно. Талантливый педагог, увлеченный своим делом и преданный ему, способен зажечь десятки детских сердец. Привить ему любовь к учебе и труду научить вести себя в обществе и быть просто хорошим человеком. А это, согласитесь, большой вклад в наше общее будущее. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. У каждого из нас в жизни был свой любимый наставник. Человек, с которым было легко общаться и открывать мир знаний. Профессию педагога легкой не назовешь. Учитель – это призвание, образ жизни и состояние души. Завоевать любовь и уважение ребенка невозможно. Ее можно только заслужить, отдавая работе частицу себя. Так, как это делает учитель-дефектолог Брестского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Любовь Александровна Марковская. В канун праздника с человеком, для которого работа с особенными детьми стала не только профессией, но и частью жизни встретилась наш корреспондент Ирина Ольшова. Брещанка Любовь Марковская не просто учитель. Она – специалист-дефектолог, который работает с особенными детьми, теми, кого не берут в обычные детские сады и общеобразовательные школы. Свою особенную профессию она выбрала в 30 лет, когда в 2006 окончила университет имени Максима Танка и получила образование учителя-логопеда. Я работала уже в 19-м саду, когда я училась, я видела детей. Детей, правда, были там с нарушением речи, не было других детей, но мне было интересно. Самое главное, что мне очень интересно. Я успела до этого поработать в быкновенных садах, не специальных, а просто с детьми, которые занимаются общеобразовательной программой. А тут я увидела детей, ну, немножко отличающихся, и им немножко надо больше внимания уделять, поэтому мне было это интересно. Больше 10 лет Любовь Марковская работает в Брестском областном центре коррекционно развивающего обучения и реабилитации. Благодаря ее стараниям и современным методикам, которые Любовь Александровна использует в работе, сотни малышей научились хорошо говорить и выражать свои мысли, получили частичную или полную адаптацию. Я очень люблю разные эксперименты, я очень люблю разные новые технологии. Для меня все интересно. Кинезиология, я с удовольствием увлекаюсь, раннее обучение чтению с раннего возраста тоже очень-очень интересно. Я каждый год что-то новое беру. Читаю в интернете, потом сразу свою практику с детками. Для Любови Марковской нет ничего невозможного. И чем труднее случай, тем интереснее ей заниматься с ребенком и добиваться положительного результата. Тот результат, к которому я стремлюсь и который хотят получить родители, это итог работы той, который проделан совместно, именно совместно с родителями. Потому что те два занятия, которые я провожу в областном центре здесь, занимаясь детками, он не принесет результата, если не будет обратной связи родителей. Я сразу говорю, только наш совместный труд. Только. И я могу убедить родителей. Я убеждаю. У меня родители всегда, всегда со мной соглашаются и всегда, всегда работают. Поэтому здесь у нас взаимодействие полнейшее, взаимопонимание. Я вижу всегда. А еще, считает Любовь Александровна, ей очень повезло с коллегами. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации каждый специалист высокого класса. При этом между наставниками всегда есть взаимопонимание. Они обмениваются методиками, делятся друг с другом своими наработками. Потому что у всех одна цель – помочь маленькому человеку влиться в социум. Мы здесь как одна семья. Поэтому тот результат, которого я добиваюсь, – это та атмосфера, в которой я нахожусь. Потому что если бы я работала в других условиях, наверное, может быть, не было бы этого результата в самом деле. Потому что здесь очень комфортные для нас условия стоят и администрации, и очень хороший коллектив педагогов. Очень сильный коллектив, который мы просто друг другу помогаем. Если у кого-то какие-то есть вопросы, это и самообразование, это и семинары, которые здесь проходят, они помогают нам расти. Она горит работой, говорят коллеги. Готова отдавать свои умения и знания 24 часа в сутки. По-другому, наверное, не умеет, да и не хочет. Любовь Марковская знает, чем раньше начать занятие с особенным ребенком, тем выше шанс получить положительный результат. А проигрывать она не привыкла. Кто-то говорит, что это недостаток, а я считаю, что это достоинство. Это трудоголизм, потому что я трудоголик, в самом деле. И это, наверное, дает какие-то результаты мои, которые я вот еще бы еще и еще. И я даже говорю с Ириной Евгеньевной, я говорю, наверное, я буду жить до 100 лет, потому что еще много чему я хочу научиться, и вот это вот мне еще интересно. Ну, если бы была возможность, я бы пошла бы еще поучилась. Ирина Альшев, Андрей Щерб, Антон Луговкин, специально для итогового выпуска «Бокинформ». Современная школа – это цельный механизм, в котором удачно генерируется опыт, накопленный педагогами старшего поколения, и новинки, которые предлагают молодые учителя. И как бы ни менялось время, какие бы технологии ни внедрялись, именно на наставников ложится основной груз ответственности. Встретить шестилетнего кроху такого маленького и морально неокрепшего. Провести его через 11 лет школьной жизни, показав, что такое добро и зло, какие принципы важно взять себе на вооружение, в чем заключен смысл человеческого бытия. И отпустить. Отпустить в большое плавание во взрослую жизнь. Это мнение педагогического коллектива средней школы номер 7. Сегодня это большая дружная семья, в которой каждый важен и нужен. Анастасия Анас-Дринплотницкая побывала в учреждении в преддверии праздника. Будни Брестской средней школы номер 7 – это череда ярких событий, в которой есть место и активной работе, и творческим начинаниям. Каждый свой урок учителя строят так, чтобы мальчикам и девочкам было не только полезно, но и интересно. Особенно этот механизм применим в начальной школе, уверен Кирилл Завражный. Вот уже пять лет он работает с самыми юными учащимися семерки. Стереотипно многие из нас видят рядом с такими малышами именно учительницу. Однако своего Кирилла Анатольевича ребята ценят, любят и уважают. На уроках царит полная тишина. И только на физкульт-минутке позволяют себе немного пошалить. Начальная школа – это сюрприз каждый день. Невозможно предугадать их поведение, невозможно узнать, какие они придут к вам на следующий день, на какой-то конкретный урок. Потому что дети, они не могут, скажем так, поддаваться каким-то законам. У них своя жизнь, они уникальны каждый по-своему, и работать с ними – это, прежде всего, удовольствие. Потому что развиваясь вместе с ними, развиваешь ты их, а они тебя. Меняется время, меняется спрос на образование, а точнее на его ориентированность. В этом уверен Андрей Василевский, учитель английского языка. За 12 лет, которые Андрей Андреевич преподает в школе, педагог отмечает, дети стали больше увлекаться иностранными языками и сами ищут применение своим способностям. Например, во время путешествий. Именно поэтому в программу урока педагог старается включить достаточное количество упражнений, направленных на развитие речи. Мне нравится детям вносить те знания, тот комочек знаний, который будет полезен не только сейчас, но и в будущем. Тем более приятно, когда дети уже путешествуют, и путешествуют немало. И когда приезжают, делятся впечатлениями, что нам помогли ваши знания, а тем более, когда еще говорят, мы употребили ту или иную фразу, она еще и правильна, сколько гордости. Как важно, чтобы из каждого маленького человечка вырос именно человек. И не важно, какую профессию он для себя выберет. Самое главное, чтобы он научился делать добро, понимать, что такое жизнь и для чего она дана человеку. Об этом и не только на своих уроках русской литературы рассуждает Ирина Кучинская. В этом году у Ирины Владимировны профессиональный юбилей. Ровно 35 лет назад она впервые переступила школьный порог как учитель. Годы шли, менялись классы, она по-прежнему оставалась любимым наставником для своих маленьких и взрослых учеников, которые стараются как можно чаще говорить ей самое искреннее признание. Самое главное, это понимать, что когда ты приходишь на урок, ты должен услышать их, увидеть. И самое главное, уметь найти возможность дать им то, что, возможно, они никогда не получат дома. То есть это взаимопонимание, это поддержка. И обязательно помочь увидеть ту дорогу, по которой они могут идти. Поэтому, конечно, время меняется, дети меняются, родители меняются, и мы учителя. Если учитель не может с ребенком говорить на равных, именно на равных в том плане, что есть изменения какие-то в политике, в культуре, в спорте, значит, он стоит на месте. А дети требуют сегодня, чтобы мы шли вместе с ним в ногу. И это очень важно. Три педагога, три поколения, три взгляда на то, что же сегодня дает школа человеку. Наверное, без любого из этих мнений не сложилось бы общее понимание того, кто же такой учитель сегодня, и за что его любят те, кому он дарит знания и улыбку. Разные подходы, разные взгляды и одна цель – подарить обществу достойного человека, умеющего не только учиться, но и думать, рассуждать. Для меня это самый лучший учитель, это, конечно же, наш классный учитель, это Ирина Владимировна, потому что она очень веселая, может рассказать, может уделить тебе чуть-чуть внимания, чтобы поднять тебе настроение или пошептаться чуть-чуть. В первую очередь учитель должен преподнести то, что нам надо для жизни. Учитель для меня – это не просто какой-то человек, который рассказывает об одном предмете. Для меня идеальный учитель – это тот, кто может заменить какой-то другой предмет, который знает не только свой предмет, но и другие. Ну, в принципе, универсальный учитель, и который не только интересуется, что есть в школе, но в курсе всех последних новостей в мире, что происходит вообще. Для меня идеальный учитель – это тот, с которым ты можешь поговорить, там, для тебя, на тему, которая тебе нравится, например, спорт или фильмы, которые могут тебя обучить тому, что ты не знаешь, или объясни что-то. Конечно же, ни один праздник в седьмой школе не проходит без концерта, особенно на День учителя. К этой знаковой дате ребята стараются подготовить свои самые яркие номера, чтобы поздравить любимых наставников и в очередной раз сказать, как много они значат в их жизни. А сами педагоги друг другу желают главного – здоровья и идей для новых начинаний. От всего сердца с большим уважением хочу поздравить всех коллег, всех, кто связан с профессией обучения, учителей, преподавателей, педагогов. Это нелегкий труд и низкий поклон всем, кто связан с этой прекрасной профессией. Здоровья, благ вашим семьям и успехов в нашем нелегком, но очень приятном труде. Желаю вам терпения, здоровья в первую очередь, ну и семейного благополучия. Я очень хочу, чтобы в этот день вы услышали именно те слова, которые вы ждете. И тогда это будет стимул к новым каким-то вашим достижениям. У нас все получится, ведь у нас такая большая армия наших мальчишек и девчонок. Поэтому всех с праздником! Анастасия Ноздринплотницкая, Андрей Щербантон-Луговкин специально для итоговой программы. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром 7.15 и на нашем канале в Ютуб. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 7 октября город Брест будет находиться под влиянием теплой, неустойчивой воздушной массы, поступающей с юго-запада Европы. Ночью и днем без осадков. Ветер юго-западный, южный, умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 10-12. Днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 20. 8 октября ночью погоду обусловит малоактивный атмосферный фронт, который будет смещаться с Балтийского моря. Днем областной центр будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный, умеренный. Ночью порывистый. Ночные показатели температур ожидаются в пределах 12-14 градусов выше нуля. Днем синоптики прогнозируют некоторое похолодание плюс 10, плюс 12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова